Эти сотрудники железных дорог делают все возможное для того, чтобы движение в стране оставалось непрерывным. Они обслуживают устройства сигнализации, централизации и блокировки. И неудивительно, что профессия электромеханик на железной дороге одна из самых необходимых. Этот железнодорожник следит за работой электрических устройств и оборудования время от времени, а точнее раз в месяц на его плечи ложится и другая работа. Он постоянный участник комплексного ежемесячного осмотра пути, стрелочных переводов и устройств СЦБ. Он отслеживает исправность технических средств, которые необходимы, чтобы обеспечить безопасность на путях и избежать столкновений поездов или любых других аварий. Первые попытки сделать дороги более безопасными предпринимались практически с момента их основания. Ведь не так уж и редко паровозные искры поджигали деревянные мосты. А из-за отсутствия системы оповещения о приближении поезда нередко страдали и люди. Сначала безопасность на дорогах обеспечивал человек, который подавал сигналы рожком. И лишь когда его заменил симафор, заговорили о необходимости иметь в штате сотрудника, который бы следил за исправностью световой сигнализации. Случилось это в начале 20 века. Поначалу механики-изобретатели задумались о системе автоматической блокировки. Произошло это еще в 1859 году в Париже. И только к 1870 году появились первые успехи. Окончательный для массовой реализации проект и опыт использования цепей переменного тока появился в самом начале прошлого века. И он же привел к широкому распространению автоматической блокировки на электрофицированных железных дорогах. К претендентам на эту работу предъявили самые высокие требования, однако дополнительно обезопасили поезда и перевозимых на них пассажиров, внедрив автостопы, приборы, останавливающие поезд при его следовании через закрытый симафор. Прогресс позволил усовершенствовать изобретение и на выходе получить систему, которая работает без сбоев, позволяет человеку догадаться о неисправности, если такая случится. Но работа системы требует контроля. Электромеханик и осуществляет этот контроль. 2, 4, 6, 8, ломаем, начинаем работать. Электромехаников на железных дорогах отнесли к среднему руководящему составу. Узнать таких специалистов можно было по знакам различия на униформе. На погонах красовались две звездочки и лычка, которая обращена углом от плеча. Однако вернемся в первую половину 20 века. С каждым годом необходимость в таких специалистах только возрастала. Особенно неоценим их вклад в обеспечение работы железных дорог во время Великой Отечественной войны. Среди героев того времени и Андрей Папура. Он работал в подполье и иногда даже под фражеским обстрелом забирался на столбы для того, чтобы налазить воздушную связь. И даже увел из-под носа у врагов поезд с ценным грузом. Работа электромонтера-монтажника давала ему возможность познакомиться со многими железнодорожными профессиями. Поэтому увести состав не составляло огромного труда. И он справился со своей задачей на все 100%. А смелость и отвага помогли ему совершить поступок достойной героев стальных магистралей. Если в системе СЦБ возникла неполадка, электромеханик должен в кратчайшие сроки диагностировать и устранить эту неисправность. Ведь от его действий зависит безопасность движения. И когда наблюдаешь за работой электромехаников, понимаешь, не зря этих людей называют спецназом СЦБ. Для того, чтобы вступить в ряды электромехаников, необходимо закончить вуз по специальности автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте. Или получить среднетехническое образование в железнодорожном колледже. Но главное понимать, что эта профессия не для карьеристов, какой бы рост ни пророчили. Это работа для тех, кто без железной дороги свою жизнь не представляет. Редактор субтитров А.Семкин